Наверняка многие из вас пробовали вкуснейшие кондитерские изделия и натуральное сливочное масло, которое производят в исправительных учреждениях края. И точно всем известно, что осужденные занимаются деревообработкой. Но они не только делают нарды, но и изготавливают мебель, а также они шьют форму для силовых и правоохранительных структур. Кстати, в этом году исполняется 120 лет производственно-техническим службам уголовно-исполнительной системы. О ее производственном потенциале поговорим сегодня с заместителем начальника УФСИН России по Алтайскому краю, полковником внутренней службы Ирина Белова. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Здравствуйте. Рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, какие еще производства есть в колониях нашего региона? Может быть, вот что-то недавно открыли? Новых видов производства не открывали. Сейчас основное направление идет на расширение швейного производства, которое дает непосредственно те результаты, к которым мы обязаны стремиться. То есть это максимальное привлечение осужденных к труду, повышение их навыков и дальнейшая помощь их ресоциализации после освобождения. То есть в основной упор у нас идет именно швейное производство, зерная переработка, поскольку самообеспечение, то есть обеспечение продуктным питанием является тоже нашей. Вот вы следующий вопрос мы предвосхитили. Все-таки сельское хозяйство у нас традиционная отрасль для Алтайского края. Получается, что и в колониях у нас тоже этим занимаются сельским хозяйством. Развитое? Конечно. То есть мы занимаемся и растеневозм. У нас 3000 гектаров земель, которые мы обрабатываем, которые мы выращиваем, овощи, зерновые культуры, технические, то есть подсолнечник. Мало того, мы из выращенного урожая сами перерабатываем, производим его. То есть это из подсолнечника масло растительное, соответственно, мясо свинины, молоко, масло сливочное, мясо говядины и овощи. Это томаты, огурцы, морковь, стекла, картофель. То есть сельское хозяйство это достаточно такой даже большой пласт получается, да? Ну да, занимает порядка 35% в общем объеме. Понятно. Как вы вообще отбираете осужденных для работ? Может они какое-то специальное обучение у вас проходит? Потому что, да, все равно, вот если даже мне, да, человек, который не находится в каких-то там местах, сложно было бы, да, заниматься тем же сельским хозяйством, например, то люди, которые попадают отовсюду к вам. Ну, первоначально при поступлении осужденного в учреждение, то есть с ним проводятся работы, опрашивается он на предмет наличия специальности, если он где-то получил ее на воле, либо ранее где-то работал, подтверждение диплома и желание его работать, либо обучиться какой-то другой профессии. Ну, то есть каждый должен как-то проявить себя? Конечно. Вот. Для обучения уже в учреждении у нас имеется свое профессиональное училище, три филиала, в них мы обучаем по 26 профессиям, причем 2 профессии это среднее профессиональное образование и 24 профессии это профессиональное образование. То есть эти профессии мы подбираем с учетом обязательно потребностей как самого учреждения для того, чтобы осужденные работали в период отбывания срока, и для дальнейшей, для ориентируемости уже на рынок труда, то есть после освобождения, чтобы осужденные эти навыки полученные в учреждении могут поменить уже на вольных производствах, так скажем. То есть вы не то чтобы отбираете, но практически все проходят переобучение и потом работают, да? Мы обязаны обучить всех, чтобы после освобождения осужденный максимально смог себя установить, оставить в обществе и не вернуться уже повторно. Ну и после специального обучения, сколько оно длится, кстати? От двух месяцев до десяти месяцев, в зависимости именно от профобразования. И они уже начинают работать? Да, они работают. Смотрите, на недавней встрече с журналистами начальник УФСИН, да, Валерий Усачев, говорил о том, что зарплата у осужденных в алтайских колониях гораздо выше даже, чем по России. Сколько это в цифрах? Ну, если мы, конечно, можем об этом говорить. Мы занимаем, мы находимся в пятерке российских регионов по зарплате. А сколько у нас получается всего регионов? 83. 83, и мы в пятерке. Мы в пятерке, да. Ну, это достаточно высокий показатель, я так понимаю, да? Ну, да, потому что сравнивали, грубо говоря, Алтайский край и город Москва, это маленький разный уровень по этому пятерке. А на сегодня те осужденные, которые у нас отрабатывают полную норму времени, соответственно, и норму выработки, они получают минимальный размер оплаты труда. Средняя зарплата по краю у нас составляет более 9700 рублей. То есть это очень много, с учетом того, что средняя по УФСИН у нас чуть больше 6000, именно по России. И они как бы пользуются этими деньгами согласно каким-то собственным нужным, да? Ну, конечно, с них производятся те удержания, которые по закону предусмотрено с них удерживать, и те деньги, которые остаются на лицевом счете, то есть они могут переводить родным, близким, покупать продукты в магазинах, то есть продукты питания, товары первой необходимости на территории учреждения. То есть это их право. А вообще охотно осужденные работают? А то, может быть, кто-то, знаете, как-то, так сказать, оказался за решеткой, но при этом не было у него там желания какого-то работать? Может быть, какие-то даже передовики производства есть? Ну, работать тут так же, как, в принципе, на всех вольных предприятиях есть всякие. Поэтому те, которые не хотят работать с ними, проводится работа. То есть либо мы переставляем на другой процесс, потому что, может быть, что именно в этой операции что-то не может делать. В основном, да, работа им интересна в части, это обеспечивает их занятость. То есть во время работы у них время идет быстрее, во-первых. Во-вторых, они заняты и думают маленечко по-другому. То есть они оценивают то, что они нужны, то, что потом они могут куда-то все-таки это применить. Ну и тем самым… Меняется мировоззрение у них, да? Конечно, да. То есть они остаются не так, что в закрытом пространстве, в сутки друг с другом. Это очень тяжело, то есть именно вот в этом отношении. А на работе они вышли, то есть они занимаются процессом производственным, им это интереснее. Передовики есть? Конечно, есть. Как поощряете их? Ну, в большей степени они поощряют благодарность, то есть предоставление дополнительных свиданий, предоставление дополнительных посылок. По итогам года отличившимся выплачиваются премии в денежном эквиваленте, но они в любом случае, то есть, ну, не в высшем род получают, то есть общая заработная плата. Поэтому они больше заинтересованы именно в получении свиданий и посылок. Вот как вы считаете, действительно ли вот эта полученная профессия, которую они получают у вас, она помогает им устроиться после того, как они выйдут на свободу? И, может быть, какие-то конкретные примеры приведете? Потому что мне кажется, я не знаю, может быть, это уже какие-то устаревшие сведения у меня, что все равно люди, которые выходят, и если они приходят устраиваться на работу, то не всегда их берут все. Ну, есть такое в обществе, почему-то, когда относятся к осужденным при приемке на работу настороженно, но вот на примере прошлого года порядка 60 осужденных, которые в учреждении работали по профессии швея, трудоустроились на швейные предприятия именно города Барнаула. Это, кстати, я знаю, потому что недавно была на одном заседании, где говорили, что швей у нас не хватает. Да, потому что встречаемся, допустим, с заказчиками, то есть они вышли на те же производственные мощности только уже после освобождения. Когда встречаемся с заказчиками, очень приятно, когда говорят спасибо, что они научили, что они работают. Вот мы сейчас заговорили о том, что на предприятиях работают. Вообще для предпринимателей есть какие-то особенности, вот если они сотрудничают с УФСИН? Особенности есть, в частности, если они размещают производство на территории учреждения. А таких много? Таких много, по краю, то есть порядка 27 крупных бизнес-сообществ работают с нами, именно крупных я имею в виду. А в чем преимущество? Постоянная рабочая сила, то есть нет, так как на воле получил зарплату, рабочие потерялись. В этом случае нет, то есть они каждый день, они на работе, они выполняют те производственные функции для получения конечного продукта, как и есть. Что касаемо по оборудованию, то есть у нас как есть свой потенциал производственных мощностей, так любой заказчик может завести свое необходимое оборудование, если в случае того, что какое-то специфичное оборудование у нас нет. Есть какие-то ограничения по тому, какие виды можно размещать на свободных рабочих площадях? Конечно. Какие, например? У нас нельзя производить ту продукцию, которая в принципе запрещена законодательством. Кроме этого, мы не можем производить ликвироводочную продукцию, понятно. Ну, это логично, да. Потому что, да, не можем производить продукцию, которая связана, либо как-то может повлечь за собой колюще-режущие какие-то предметы, то есть это запрещенные предметы, что мы не можем. Ну, про лекарства я в принципе молчу, то есть там уже нельзя этого делать. Что касаемо химических каких-то особо опасных производств, ну, что вот эти производства мы не расширяем, не применяем и не производим. Вот как популяризируете свою продукцию, где вообще ее можно приобрести? Ну, потому что я поняла, что чего только вы сейчас не производите. Ну, в смысле не вы, а люди, которые… Подопечные, да, подопечные ваши. В основном популяризация проходит именно участие в учреждениях в выставочно-ярмарочных мероприятиях. То есть практически все учреждения принимают участие в ярмарках. То есть это вот ярмарки, как правильно называется, городские, которые устраиваются у нас по субботам. Социальные ярмарки такие. Там можно приобрести продукцию. То есть масло, например, такое, о котором мы говорили, можно там купить, да, ваше хорошее вкусное… Масло, печенье, полуфабрикаты мясные, мясо. То есть выставляется во всех городах. То есть это Рубцов, Шипунова, Навалтайск, Барнаул. Единственное, что мы меняем дислокацию по районам. То есть в Барнауле 4 района. То есть мы их переезжаем, чтобы участвовать во всех районных выставках, ярмарках. А вот смотрите, я уже говорила в подводке о том, что практически все знают, что нарды у нас производят в исправительных учреждениях. Наверное, у многих даже дома были подобные нарды. Может ли обычный рядовой человек, вот захотел, например, приобрести нарды, купить их? Вот как это вообще сделать? Купить сразу, чтобы как только захотел, он не сможет. Потому что на склад, сейчас было время, когда мы работали на склад. Сейчас в складах как такового готова, продукции нет. То есть он может позвонить в учреждение, заказать нарды. То есть любой человек может позвонить в учреждение. А что за телефон? Где? Все телефоны учреждения размещены на сайте УСИН России по Алтайскому краю. Во вкладке «Производственная деятельность» там даны координаты ответственного лица, его телефоны. Ну, собственно, позвонил, договорился и получил. Потом назначается время, приезжает, заключает договор. В договоре устанавливается срок изготовления продукции. То есть это не только нард касается, это любая продукция. И приезжай, забирай. Да, конечно. Поплачивай, забираешь. Наверняка вы уже подводили итоги прошедшего года. И сколько ваш производственный сектор, исполнительная система заработал в 2021 году? И куда вообще эти средства идут? Ну, то есть я понимаю, люди зарабатывают себе, но вы тоже же зарабатываете. Куда и как это все? Ну, в общем, объем производственной деятельности у нас составил пока по итогам 2021 года 456 миллионов рублей. Прибыли чистые мы получили порядка 43 миллионов. Планируем в 2022 году, то есть порядка 20 миллионов направить на развитие производственной деятельности. То есть это обновление станочного парка, проведение ремонтов цехов, то есть для того, чтобы привести в соответствие, требуются в любом случае ремонты. Помимо этого планируем открыть новый вид производства, если получится, то есть переработку овощей в части консервирования. Это мы уже сейчас говорим о перспективах на 2022 год, да? Ну вот до того, как мы сейчас договорим еще про перспективы, получается год от года вот эта прибыль ваша, она растет? Конечно. Ну, как бы насколько существенно, если можно говорить там в процентном соотношении, например? Ну, если в сравнении трех лет брать, допустим, 2021, 2020, 2019 год, то с 2019 года по 2021 порядка на 12% прибыли мы собрали, получили больше. Угу, пандемия не помешала этому вот получению прибыли? У нас учреждения закрытые, поэтому на период пандемии у нас просто прекращается доступ... Извини. Да, сторонних сотрудников, то есть заказчиков, а объемы мы как делали, так и делаем. Ну, тогда и договариваем еще там про то, что планируется на 2022 год, потому что он все-таки только начался. Какие задачи у вас? Ну, 2022 год, как я сразу в начале разговора сказала, то есть у нас будет ориентирование именно на увеличение и расширение швейного производства. То есть в трех учреждениях мы планируем открыть новые большие швейные цеха, это учреждения города Рубцовска, и дополнительно планируем открыть производство по консервации овощей. То есть полностью закрыть цикл именно консервированием. То есть эти овощи тоже, например, на социальной ярмарке можно приобрести. А вот шьете вы только то, о чем мы говорили, да, форму или нет? Нет. Мы работаем также на услуги по пошиву любой формы, любого вещевого имущества. Это спецодежда, это спецобувь. У нас есть обувные участки, которые шьют также обувь заказчикам. Поэтому, начиная от постельного беля и заканчивая чуть ли не верхней одеждой. Я поняла. То есть и это тоже можно позвонить, заказать, забрать? Да, да. Спасибо вам большое. Удачи вам в следующем году. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с заместителем начальника УФСИН России по Алтайскому краю, полковником внутренней службы Ириной Беловой. Спасибо. Спасибо.